Здравствуйте! Мы продолжаем знакомиться с базовыми понятиями, необходимыми для работы в Photoshop. В этом занятии речь пойдет о природе цвета и цветовых схемах, которыми пользуются программы и печатные устройства. Цветовая схема представляет собой определенный набор цветов, посредством которых в результате их смешения в различных пропорциях можно получить любой цвет. Сначала мы рассмотрим, каким образом формирует цвет монитор, посредством которого вы ведете рабочий процесс. Принцип довольно прост. На любом телевизоре или мониторе цвет формируется в результате смешивания световых лучей всего трех базовых цветов – красного, зеленого и синего. Сочетание всего трех этих цветов в различных пропорциях позволяет монитору представить практически неограниченное количество цветов. Эта цветовая схема получила название RGB, образовав его от первых букв, составляющих ее цветов – Red, Green и Blue – RGB. Именно этот режим чаще всего используется в Photoshop для работы с изображением. Давайте посмотрим, как выглядят цвета в режиме RGB в Photoshop. Для этого я воспользуюсь уже знакомым нам инструментом пипетка. Нажав на любом месте открытой картинки, цвет переднего фона закрасится тем, который выбрала пипетка. Нажимаю левые клавиши мышки на цвет переднего фона и перед нами появляется знакомое окно цветовой палитры. Вот в этих трех окнах напротив букв RGB отражается цифровое значение каждого из трех цветов. 195 единиц красного, 56 зеленого и 98 долей синего цвета. Нажав на другой участок, получим значение нового выбранного цвета. Теперь это зеленый цвет, в состав которого входит 19 долей красного, 69 зеленого и 20 долей синего цвета. Всего в этой шкале цвет варьирует в числовом диапазоне от 0 до 255. 0 это самый темный цвет, то есть черный. 255 самый яркий, белый. Как видно из цветовой схемы, белый цвет получается путем смешивания всех остальных составляющих цветов в равных пропорциях. Поскольку в каждом из цветов значение цвета лежит в пределах от 0 до 255, а цветов всего 3, то общее число комбинаций получается 255 умножить на 255 и умножить на 255. Итого более 16 миллионов. Огромное количество. Именно благодаря этому данная цветовая схема позволяет прекрасно отображать любые типы изображений, давать исключительно плавные цветовые переходы и отображать яркие насыщенные цвета. Стоит отметить, что у каждого цвета, как мы уже говорили, есть свой код, выраженный не только в цифрах по каждому из цветов, но и в буквенно-числовом виде. Отображается это вот в этом окне. Принцип кодирования довольно прост. На каждый цвет приходится два символа. Соответственно, два на красный, два на зеленый и два на синий. Способ кодирования здесь шестнадцатиричный. То есть кодирование происходит с использованием цифр от 0 до 9 и букв латинского алфавита. A, B, C, D, E, F. Всего 16 символов. Очень часто при обозначении цвета пользуются именно этим кодом. Во-первых, потому что он точно так же передает цвет, который нам необходим, как и способ введения конкретных цифр по каждому в отдельности каналу. А во-вторых, потому что его можно просто скопировать и вставить одним движением в нужное место. Это гораздо быстрее. Итак, мы рассмотрели цветовую схему RGB, которая идеально подходит для отображения на мониторе. Несмотря на ее достоинства, есть одно небольшое «но». Этот способ передачи цвета не совсем подходит в том случае, если вы собираетесь что-то распечатывать и при этом получить именно те цвета, которые видите перед собой на экране. В чем тут дело? А дело в том, что монитор при формировании цвета смешивает световые лучи, в то время как печатная машина будет смешивать краски. А здесь работают несколько иные принципы цветообразования. И используется в печати цветовая схема другая. Которая называется ЦМИК. Здесь смешиваются цвета голубой, пурпурный, желтый и черный. Может возникнуть резонный вопрос. Зачем здесь черный? Все дело в том, что невозможно достичь по-настоящему глубокого черного цвета при смешивании других цветов. Получится какой угодно темный серый, коричневый, но не черный. Чтобы избежать данной проблемы, печатниками в эту схему был введен черный цвет как самостоятельная единица. В результате при печати черный цвет не смешивается из голубого, пурпурного и желтого, а используется уже готовый, что позволяет осуществлять печать высокого качества и в естественных цветах. Аббревиатура ЦМИК также содержит в себе первые буквы, образующих ее цветов, кроме черного. У черного цвета взяли последнюю букву К, чтобы не перепутать, например, с тем же синим цветом из режима RGB, если бы аббревиатура была ЦМИБ, совзятая первая буква от слова BLACK. Есть и другие теории происхождения буквы К в названии. Например, некоторые считают, что К появилось от K-Plate. Именно такое название имеет печатная форма для черной краски в англоязычных странах. Есть гипотеза, что К происходит от немецкого слова CONTUR, которое также используют печатники, или от слова COBALT в переводе темно-серый. Как бы то ни было, нам главное знать, что К – это черный цвет в данной цветовой палитре. Точно так же, как и RGB, цвет в режиме ЦМИК можно посмотреть на палитре цветов. Рядом с RGB видим аббревиатуры ЦМИК. Здесь цветовой оттенок указан в процентах от содержания каждого цвета в отдельности. И варьирует, соответственно, от 0 до 100. Есть еще один способ видеть, каково значение текущего цвета, не обращаясь к палитре цвета. В Photoshop есть палитра информации, которая предоставляет сводные данные об изображении. Чтобы ее открыть, заходим в меню «Окно» «Инфо». Как видите, при перемещении мышкой по поверхности изменяются цифры. Они показывают одновременно и в режиме RGB, и в режиме ЦМИК – текущее значение цвета. Где находится курсор, тот цвет и показывается. Еще здесь можно посмотреть положение курсора относительно открытого файла по осям X и Y в сантиметрах. Иногда это бывает полезно для определения точного местоположения объектов при работе. Photoshop позволяет нам переводить изображение из одной цветовой схемы в другую. Вот у нас открыта фотография. В ее названии написана и цветовая модель, которая в ней используется. Для того, чтобы перевести, скажем, RGB в ЦМИК, достаточно зайти в меню «Изображение», «Режим» и выбрать тот режим, который нам нужен. В данном случае ЦМИК. Если вам не видно этого режима, значит надо нажать на нижнюю кнопку меню «Отображать все пункты меню». Тогда появятся все остальные функции этого меню. Здесь нужно учитывать, что в переводе из RGB в ЦМИК несколько теряется яркость и насыщенность цветов, потому как они становятся более приближенными к печати. Поэтому еще раз позволю себе повториться. Если вы заранее знаете, что будете печатать работу, выполняйте ее изначально в ЦМИКе, чтобы видеть цвета сразу такими, какими они должны быть, и избежать лишних преобразований. Все остальные работы делаются в RGB. Помимо этих основных цветовых схем, Photoshop позволяет использовать и другие. Однако к ним прибегают реже, и на данный момент будет достаточно их бегло осмотреть. Давайте начнем по порядку. Заходим в меню «Изображение», выбираем режим и следующий режим «Градации серого». Здесь нас спрашивают, действительно ли мы хотим таким образом перейти к черно-белому изображению. Говорим «Да». Хотя это окошко имеет несколько странный вид. Здесь две кнопки практически одинаковые – «Отменить» и «Отмена». Нам нужно именно «Отменить». Здесь имеется в виду «Отменить преобразование к черно-белому режиму через цветокоррекцию» и использовать напрямую переход от RGB к градациям серого цвета. Чтобы в следующий раз избежать появления этого странного окна, можно поставить галочку «Не показывать снова» под кнопкой «Отменить». Нажимаем «Отменить» и переходим к градациям серого цвета. Фотография представлена в виде черно-белого изображения с оттенками серого. Своеобразный переход от цветной фотографии к черно-белой. Следующий тип – это битовый формат. В битовом формате все изображение представлено в виде исключительно черного и белого цвета, без присутствия каких-либо других цветов и оттенков серого. Следующий режим – это дуплекс. Здесь помимо черного-белого и оттенков серого цвета, можно ввести дополнительный цвет. При помощи этого достигается, например, эффект старой фотографии, когда черно-белая фотография имеет слегка коричневатый оттенок. Таким образом, этого можно достичь. Дуплекс, помимо внедрения одного цвета, имеет возможность дополнительно подсоединять до четырех дополнительных цветов для достижения результата, который вас бы устроил. Следующий режим изображения – это индексированные цвета. Этот тип имеет широкое применение в среде интернета, потому как количество цветов в изображении ограничено, их всего 256, и берутся они из специальной таблицы. В результате этого нет необходимости хранить большой массив данных о цвете, и общий вес изображения значительно снижается, что является одним из главных критериев для интернета. Сразу можно заметить, что если изображение в своем составе имеет индексированные цвета, то для того, чтобы в нем корректно работать в фотошопе, его предварительно надо перевести из палитры индексированных цветов в RGB. Точно таким же образом, как мы переводили RGB в CMYK. Следующий режим – это режим Lab. Данная модель призвана стать аппаратно-независимой моделью и определять цвет без оглядки на особенности устройства, ну скажем, монитора, принтера, печатного станка и так далее. Однако используется данная цветовая модель еще не так широко, хотя имеет достаточно широкие горизонты и перспективы, и она требует определенного опыта в работе с цветом. Таким образом, сегодня мы познакомились с основными принципами образования цвета, разобрались с двумя наиболее распространенными цветовыми схемами – RGB и CMYK, научились изменять цветовую палитру изображения. Теперь можно переходить непосредственно к самому фотошопу, имея в активе знания о цветообразовании и разрешении растрового изображения. До свидания, до встречи в следующих уроках.